Детей необходимо учить безопасность в интернете точно так же, как правилам поведения на улице. Глобальная сеть живет по своим законам, и чем раньше усвоит их ребенок, тем лучше будет подготовлен. Уметь проверять информацию, сравнивать разные источники, пользоваться проверенными ресурсами. В социальных сетях это корректное, вежливое, уважительное общение, минимум открытой информации о себе и немедленное обращение к взрослому, если чувствуешь угрозу. Мы уже об этом говорим. В прошлом году у нас было несколько собраний насчет синего кита. Мы постоянно говорим родителям, чтобы они контролировали детей, чтобы был свободный доступ к интернету, и никто никогда детей не контролировал. Организатором урока кибербезопасности по всей стране выступает комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества. Особое внимание уделили теме массового троллинга «Интернет, травлю в сети». Дело в том, что именно подростки оказываются самыми неподготовленными вести войну с интернет-хулиганами. К авторитету взрослых они не прислушиваются. Сами порой ведутся на ловки умелых манипуляторов и тонких психологов. Как итог, именно в нежном возрасте большее количество жертв в травле. Есть многие спамы, то, что ваш сын попал в аварию и всякое разное. Ну и в контактах то, что много групп разных, которые смертники, ну они влияют на психику человека, и поэтому они, мне кажется, из-за этого поканчивают жизнь самоубийством. Самое главное нужно быть сильным духом, чтобы на эту не попасться на такое. Если человек сильным духом, он стараясь, а не стараясь, он не попадется туда. В завершение урока школьники закрепили свои знания, нарисовав стен газеты. На нашей стен газете показаны все проблемы, которые есть в интернете. На нашей стен газете есть правила, как предостерегаться всех этих опасностей. В целом, основу безопасного поведения в интернете следует знать не только подросткам, но и взрослым, в первую очередь родителям и преподавателям. Есть сайт, который именно позволяет родителям поставить фильтр, допустим, и контролировать информацию, установить именно те программы, которые не пропускают. То есть в интернете очень много информации об этом, и конкретно вот Лига безопасности интернета. Вот этот сайт и еще последний, который именно прям список запрещенных сайтов, которые нельзя посещать детям. Единый урок является циклом мероприятия для школьников. Он направлен на повышение уровня кибербезопасности, цифровой грамотности, концентрацию внимания родителей и педагогов к вопросу обеспечения безопасности детей в интернете. Татейк Желовян, Роман Баюра, Архыз, 24.